Всех приветствую, сейчас хочу поговорить о своей обновке, а конкретно о своей новой удочке, это Ultima 100. Кто досмотрел прошлый ролик по Хариусу, тот увидел, как я это сделал, как с моего счёта улетели все кровно заработанные серебряные монеты. Стоило оно того или не стоило, собственно сейчас вам расскажу. Первое, что скажу, конечно же стоило, так или иначе эта топовая удочка лучше просто не существует, по крайней мере на данный момент. С выходом нового обновления, возможно появится более дорогой и более прочный вариант, ну а до этого момента сотая Ultima вне конкуренции. Купил я кастинговый вариант, от спиннингового он не отличается, и мне кажется, что моё мнение о кастинге будет актуально и для собрата. Почему я в принципе на кастингах играю, кто-то может спросит, это же дорого, проще спиннинг под венгу собрать и от этого идти дальше. Да, согласен, спиннинг на венге это стартовый вариант должен быть, сама венга универсальна, с ней можно делать что захочешь. Но я вот пошёл по кастингам и всё тут. За разницу между безинерционными катушками и байт кастингами рассказывать сейчас не буду. Мне мясорубки почему-то не нравятся, с самого начала не понравились. Сейчас всех агитировать и переманивать на сторону кастингов не собираюсь, если вы новичок, то делайте первую сборку именно спиннинговую. Именно венгу покупаете, это повторюсь, и дешевле вам выйдет и универсальнее будете как рыбак. Перейдём уже к конкретике, какого именно кастинговую ультиму я купил и почему. Взял самую последнюю соту. Из главных отличий у неё это максимальная прочность в 142 килограмма и высокий тест 15-70 грамм. Также она самая длинная среди сородичей, 3 метра. Сравнивать с более дешёвыми вариантами смысла нет, ультима это топ из топов. Но можно поговорить и подумать об ультиме 88. Собственно между ними я и выбирал. 88 ультима, она прям почти идентична сотой. Но это только на первый взгляд. Чуть меньше тест, чуть меньше прочность, стоит на пару тысяч дешевле. Собственно зачем переплачивать, а с другой стороны зачем брать чуть урезанную, если немного нужно добавить. И у вас будет прям топ топов. О главном их отличии поговорим в процессе разбора сотой версии. Опять же, мнение сейчас будет только моё. Считать меня экспертом в снастях не нужно. Я вот сам только дорвался до хорошего. Многое ещё не щупал и не держал в руках. Если вы думаете, мол, смысл этой ультимы, я на адвентах сижу и в ус не дую. Да ещё и бонусы эти туфта ничего не дают. Ваше право так думать ни к чему не принуждаю. Так вот, остановился именно на сотой по итогу. И если честно, недолго-то и думал. По большей степени усомнился я в её выборе уже в процессе использования. Ну так, чуть-чуть усомнился. Стоит эта вещица недёшево. И такие деньги вбухивать стоит только с определённым расчётом. Было бы глупо платить за возможность комфортно потроллить, да и нужно их три тогда. А это сами понимаете, в какую копеечку обойдётся. Не говорю уже о катушках. Собственно, из этого возникает вопрос. А что она умеет-то? Что нам делать с одной и как накопить на две других? Ну первое и, пожалуй, основное её применение, это всё же троллинг. С этим она справляется блестяще. Особо параметров для такого рода деятельности не нужно. С её жёсткостью и строя мелкая рыба будет вылетать из воды на ура. Прочность позволяет хоть со ситром балтийским податься. Лосось для вас станет просто комаром, прихлопнуть которого такой мухобойкой не составит труда. Опять же, с хорошей катушкой. Если вы чушь какую-то поставите сюда, то ультима вам ничем не поможет. К удочке этой стоит относиться как к хорошему салону и кузову автомобиля, в котором приятно находиться, подвеска которого не заставит вас подпрыгивать на каждом камешке и кочке. Катушка же это двигатель этого автомобиля. Без него вы не уедете. А от пустого салона без двигателя вряд ли будет какой-то толк. Так что, если вы копите и собираетесь копить на ультиму, озаботьтесь катушкой сначала. Ультима с каким-то калибром не особо даст вам преимущество, а удочка похуже с вингой на борту уже будет отрабатывать на все свои единицы прочности. В целом, про троллинг рассусоливать нечего. Троллинг он и в Африке троллинг. Забрасывать тут далеко не нужно, так что за мелкие приманки вообще не переживаем. Тест огромный, позволяет пользоваться тяжелыми воблерами, вот это плюс. Старая моя удочка не могла таким похвастаться. Ну и в целом, эту удочку можно назвать даже убийцей архипелага. Выловить там все, что зацепится. Вечно кататься навряд ли вы захотите, порой появится желание покидать чего-то с места. Может скриншот точки опять, как вы увидите, где человек трофеев твичингом ловит. Вот тут спешу вас огорчить. Сота Ультима не сможет вам подарить такой опыт. А все из-за ее избыточной длины и высокого теста. Собственно, поэтому и стоит подумать насчет 88, если даже не о 87 версии. 3 метра палка не может стандартным движением рыбака продернуть нормально приманку. Плюс самые ходовые приманки, бальсы, кренки имеют громовку ниже тестовой. Можно приловчиться и помогать рывками, дергая мышку во время нажатия ПКМ, но опять же, у меня получалось еще как-то твичить бальсы на 2,5 метра глубины через раз. Но что-то поглубже вообще никак. И вот, если у вас задача и требования к удочке это твичинг, то стоит подумать насчет 88 или 87 версии. Но тут вилами по воде писано, у меня у самого 87 и 88 не было. Я просто предполагаю. На 2,4 удочка у меня была, она твичила. Как будет на 2,7 и 2,6 метров, я не знаю на 100%. Если среди вас обладатели таких версий, напишите, как они справляются с твичингом. 87 версия по параметрам как будто бы создана для твичинга. У 88 теста 12 грамм. Если какие-то 10 граммовки своей длиной она будет продергивать более-менее стабильно, тогда да. Ее можно уже серьезно рассматривать как первую свою ультиму. Она будет более универсальнее, чем сотая. Твичинг это единственное занятие, в котором они отличаются. В остальном же оба варианта чувствуют себя хорошо. Дальше у нас на очереди джигинг. Сами понимаете, что такой удочкой позор ловить палею или судака. Хотя она и это может. Своей прочностью она дает вам возможность и железные основания на ловлю сама. Сотая версия дает возможность вам вообще не париться насчет подбора веса джигголовки. На 88 какой-то огромный 3-4 крючок уже придется балансировать весом приманки. Ловит же самов она отлично. Собственно альтернатив и нет. Либо на донке какие-то сама тягать, ну либо барракудой, которая не чувствительности не имеет и сама как лапша. И в целом покупать барракуду поэтому не стоит. Окупаемости 0. Сом не такая уж формовая рыба. За ночь можно всего пару штук поймать там на 20 килограмм, на 30 в лучшем случае. Ну а трофея вы обделаетесь вытаскивать на нее. То есть если хотите вкатываться в сама, то тут только ультима, не иначе. Следующий вид ловли, которым можно побаловаться, это просто забрасывание колебалок на реке Яма. Опять же, тест позволяет. Летит просто прекрасно. Я сам боюсь даже с шифтом кидать. Потому что с моей катушкой и с моей шпулей леска вся вылетает на раз. Дальние забросы для вас теперь вообще не проблема. С моим автоподмотом, сам ролик про автоподмот сейчас будет во всплывашке, в правом верхнем углу, ловить на Яме можно вообще в автоматическом режиме. Опять же, если иметь сильную катушку, леску прочную, чавычу на 30 килограмм, можно вообще клинить. Сам не пробовал, не имел пока возможности встретиться с такой. Но если кто-то так делал, пишите и описывайте свои ощущения. В общем и целом, я уже все разобрал. Удочка выходит крайне универсальная. Копейте, покупайте. Спасибо за просмотр. Всем пока. А вот и не все, ребят. Есть еще примочка, которая позволяет пользоваться ультимой, если вы уже прям от всего устали. Полноценным лайтом пользоваться эта ультима вам не даст, но вот бонус ее к плюс 10% спиннинговой ловли может открыть вам к использованию такую оснастку, как с бирулина. У меня вот, например, всего 86% навыка прокачано, играю я без прямаккаунта. Еще 4% копить, ну, долго. А тут за ваши денежки можно обойти этот костыль. Собственно, само с бирулина незамысловатый процесс. Вешаешь поплавок тяжелый и бросаешь те же старые добрые спикеры трехграммовые на далекое расстояние. Много кто говорит, что этот тип оснастки неэффективный. Но опять же, не об эффективности речь, а о возможности. Там уже кому как повезет. Я прям уверен, что есть такие люди, которые на с бирулины трофеи брали хорошие. И вот, собственно, все о сотой ультиме я рассказал и даже больше. Слушать меня или не слушать, право за вами. Отрицать то, что это топовый вариант, пока что. Может с обновлением вообще гарпуны появятся пневматически и в удочках отпадет нужда в принципе. Отрицать, в общем, глупо. Если у вас уже есть ультима, поздравляю. Надеюсь, вам было приятно послушать за вещь, которую вы уже пользуетесь несколько лет. Новичкам же и стремящимся я популярно объяснил, что не стоит ей тыкать только в троллинг. Потыкать ей можно в любом другом виде деятельности. Спектр ее возможностей большой. Ну и давайте на этом заканчивать. Лайк если поставишь, трофея поймаешь. От плюс одной подписочки я тоже не откажусь. Про свой телеграм-канал напомню. Если нравится то, чем я занимаюсь, если и дальше хочешь следить за моим творчеством, за моими поделками, добро пожаловать туда. Все вышеперечисленное вы, надеюсь, сделали. Спасибо за просмотр. Удачи вам в фарме, в трофеях. И пока.